У нас сейчас будет мастер-класс, такой как бы а-ля урок, да, то есть я буду показывать сразу, как бы я вам объясняла, что нужно делать, если бы вы пришли ко мне заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok Это Роман Миронов, мой муж, который, его постила идея отправить меня на шоу «Голлесс», он заполнил заявку и отправил. Мне казалось, это все невероятное, сбыча мечт, вот, поэтому это все свершилось. В дальнейшем мы поняли, что у меня может получиться со школой вокала, то есть что значит у меня может получиться. Я давно преподавала, давно объясняла многим артистам, кто записывал у меня на студии, как и что петь. Да, это называется вокальное продюсирование. И потом мы поняли, что я нашла какую-то такую интересную систему, ну, можно сказать, что с многих западных систем, с академических, со всяких интересных соул-школ, вытащила интересные всякие для себя моменты, соединила их и стала преподносить это не только профессионалам, но и людям, которые вообще никогда в жизни не пели. И я увидела, что это работает. В первую очередь ты сразу можешь себя проверить на студии, то есть ты себя записал и сразу со стороны послушал. То есть это немножко отличается от живого вокала, когда ты можешь энергетикой, харизмой сродить людей. А на студии все филигранно, попробуй танц фальшив, это сразу слышно. Это то, что вы реально сможете сделать, потому что это не значит, что вы будете петь эту песню. Сегодня мастер-класс не просто я буду показывать, что я умею делать и как, а я буду это делать на основе казахских песен. То есть мой мастер-класс сегодня должен послужить примером того, что на казахском языке можно петь стильно, модно, используя все современные фишки, можно исполнять красивые, даже старые песни. Вот это грудной голос. Вот это он. Понравилось? Окей, ну что ж, теперь позвольте поделиться, как я это делаю. Итак, на грудном голосе очень важно правильно давать интонацию, как бы атаковать. Чтобы взять красиво верхнюю высокую ноту, нужно использовать интонацию. Вот какую обычно я привожу в пример. Представьте, что вы отстаиваете свою точку зрения. Ну, к примеру, если ребенок говорит маме, я пойду гулять. Вот это вот ударение на я пойду. Я бы хотела на своем примере вам показать, как правильный грудной голос может звучать в песне. Я сейчас исполню отрывок песни «I have nothing» Витни Хьюстон. И что интересно, я сделаю это на казахском языке. И поверьте мне, мой кавер от этого ничуть не испортится. Сен, баған, қымбатсын жан-жаным, бір көмірімді, бір саған арнадым. Методика авторская. Я собрала все, что было полезно мне, и убрала все лишнее, чем лично я не воспользовалась. Когда писала свои песни, записывала на студию, когда объясняла своим клиентам, когда была вокальным продюсером, своим друзьям. Сейчас есть штат преподавателей, которым я передала свою систему. Они постоянно мне стажируются, потому что как только я нахожу новую какую-то фишку, передаю им. И часто сегодня уже они сами находят эти фишки и сразу делятся со мной, потому что этот рост бесконечен. И почему я так смело делюсь умением петь? Во-первых, я считаю, что если наше общество будет расти культурно и понимать, что такое исполнение на инструменте, может быть, да? Что такое исполнение вокальное, что такое петь, и как это непросто, но в то же время как это увлекательно и интересно. Таким образом будет расти наш слушатель. Потому что на концерты Бенсона или на концерты All-G-Rock, как ты понимаешь, приходят люди, которые разбираются в музыке. Конечно, то есть это тоже образование. И почему мне не жалко этим поделиться? Я буду рада, если я приду в караоке и посетители споют не хуже меня. Дело в том, что хороший вокал – это одна очень необходимая, но это всего лишь одна из составляющих артиста успешного. Потому что все-таки самая главная составляющая – это песня, это репертуар, идея. Вот что делает действительно артиста артистом. То есть если ты технически поешь замечательно, умеешь вкладывать душу, ты артистичен, но у тебя нет своей песни, то ты хороший вокалист. Но еще не артист, то есть не персонаж, которого знает и любит публику. Я бы хотела, чтобы ты сейчас взял в руки этот текст и попробовал за мной повторить. Пока просто потяни. Давайте аплодисментами просто искупаем. У меня нет, допустим, такого, что мне нужно обязательно распеться перед выступлением. В смысле, всегда я не использую этот момент. Потому что я считаю, что распеваться и вообще петь, заниматься, если вы действительно музыкант, нужно минимально 3-4 раза в неделю, желательно. Тогда ты все время, то есть твои мышцы, связки, так же, как у спортсмена, они в тонусе. И ты всегда готов взорваться, выйти и сделать то, что ты должен. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок